всем привет начале этого видео хочу пригласить вас в инстаграм ссылка будет в описании я веду блог не только о маникюре а также и о своей жизни поэтому там интересно переходи подписывайся а сегодня видео я расскажу вам историю с моей клиенткой который 12 лет сейчас вы можете видеть кадры из instagram которые я снимала и это была коллекция если это можно так назвать 2 уже 2 визит девочки ко мне мы выполняли наращивание довольно большой длины я конечно же сомневалась что такая длина продержится ну и так и произошло собственно такая длина не продержалась долго у девушки поэтому второй раз она уже решила что будем делать покрытие гель-лак просто на ее ноготки и все с гель-лаком относилась довольно хорошо по отзывам девушки она сказала что практически месяц она относила ногти которые я сделала которые вы можете сейчас видеть что мы видим мы видим довольно тяжелую картину в плане наращивания многие мастера теряются с такой ногтевой пластиной почему потому что здесь трапециевидная форма это первое второе это довольно глубоко утоплен сам ноготь в боковых валиках боковой валик сильно выступает над ногтем и в данном случае мастера многие боятся таких ноготков потому что под эти ногти довольно проблематично подставлять шаблон для того чтобы ноготь не был широким это первое второе при постановке шаблонов часто мастера допускают ошибки и ставят шаблон неверно получаются зазоры в точках роста тогда ногти быстро обламываются появляется ступенька в боковых параллелях также с такими ноготками довольно проблематично покрывать ногти гель-лаком встык и иногда получаются часто затеки еще один момент это довольно проблематичная кожа вокруг ногтей кутикула на коже постоянно появляются заусенцы и она очень нежная просто максимально насколько это возможно на 99 и 9 процентов хотя с виду кажется что вокруг ногтя сухие участки заусенцами и можно обрабатывать спокойно но на самом деле не все так просто и под этими заусенцами довольно нежная и ранимая кожа поэтому обрабатываю очень аккуратно чтобы не порезать клиента и не доставлять девушки неприятные ощущения срез с таким типом кутикулы с таким типом кожи я конечно же рекомендую выполнять по римоверу потому что тогда кожа смягчается и это намного легче выполнение в данном случае я пробую уже другую технику не такую как с римовером обычно использую здесь я захотела попробовать вариант с шлифовкой по сухому то есть без использования римовера ну и этот способ тоже имеет место быть в данном случае несмотря на возраст моей юной клиентки я хочу сказать что ногти довольно неплохо у нее держится хоть и есть проблемы конечно же с этим и нужно постараться сделать так чтобы покрытие не отвалилась через пару дней в работе с такими ноготками хотя бы миллиметр свободного края конечно же лучше чтобы был искусственный при этом большую длину я не советую наращивать потому что во первых подростки часто не понимают как носить большую длину в данном случае конечно же так и произошло большая длина не подошла поэтому гель-лак относился хорошо но не знаю по каким причинам почему девушка пришла без покрытия как она все это снимала тоже для меня неизвестно но хочу сказать что возможно но сама у нее очень легко снялось по стечению какого-то времени после покрытия но в общем суть моего рассуждения вообще в том что в данном случае как вы видите я взяла гелевые типсы хотя девушка хотела минимальную длину просто для того чтобы была форма квадрат я решила взять типсы во первых для того чтобы попробовать поработать с этой клиенткой в такой технике то есть каждый раз интересно экспериментировать и пробовать разные техники на этой клиентке для себя лично второе это я хочу показать мастерам выход из ситуации с такими ногтями с таким типом ногтей когда ногти утоплены в боковых валиках когда ногти трапециевидные и под такую длину и форму ногтей очень проблематично подставить шаблон даже верхние формы я бы здесь не советовала потому что опять же боковой валик будет ее выталкивать и у нас получатся зазоры в точках роста как следствие клиент через 3-4 дня сломает такие ногти поэтому просто маст хэв в данной ситуации это типсы для меня все сошлось в один момент потому что первое ногти проблематичные второе клиент подросток клиент которому 12 лет и я хотела чтобы это эти ногти максимально долго девушка смогла проносить ее ничего не беспокоило случае с типсами я знаю что так и будет что эти ногти продержатся хорошо очень интересно будет узнать именно ваше мнение как бы вы нарастили эти ногти чтобы вы с ними сделали как вы считаете не рано ли делать покрытие 12 лет данном случае я считаю что в принципе здесь уже покрытие как мы сделали вот сегодня это самый оптимальный вариант и в принципе уже можно это делать на таких ручках после небольшого совершенно опила формы я добавляю сверху объема молочной базой делать это в принципе не обязательно было но опять же я хочу чтобы эти ногти максимально долго относились поэтому я сделала укрепление но даже на большой длине с гелевыми типсами я не делаю дополнительное укрепление сверху то есть я сразу покрываю цветом и все и уже не раз ко мне верит возвращались клиенты у которых было все хорошо без дополнительного укрепления то есть типса она сама по себе довольно прочная и укреплять ее совершенно не обязательно дальше я приступаю выполнять желаемый дизайн будет сочетание цветов и на безымянном и среднем ноготках у нас будет леопардовый принт еще эти ногти будем сегодня покрывать матовым топом этот момент к сожалению я не за наверное просто забыла включить камеру но я думаю в покрытие матовым топом ничего нового нет и я буду очень ждать ваших комментариев по поводу моей сегодняшней работы что вы думаете согласны ли вы со мной что данным тип наращивания самый оптимальный в данном случае ну а я с вами ненадолго прощаюсь подписывайтесь на мой канал впереди много интересных и полезных видео ну и также поставьте лайк на это видео ведь я очень стараюсь для вас снимать побольше интересных видео всем пока пока Продолжение следует...